Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Военные летчики остаются играть в российской хоккейной лиге. Премьер-лига готова к началу чемпионат России по футболу. Самарские легкоатлеты и призеры первенства России. В Сарамске, Мордовия прошло первенство России по легкой атлетике. 520-летних спортсменов вбились за право подняться на пьедестал почета. В итоге самарцы завоевали 5 медалей. Бронза в эстафете 4 по 100, еще два третьих места у Андрея Садовникова в метании копья 65 метров 30 сантиметров и в тройном прыжке Владислав Полубояров улетел почти на 16 с половиной метров. Чемпионами России стали в прыжках высоту Вадим Врублевский с личным рекордом 226 сантиметров и Анастасия Николаева пробежала 100 метровку с барьерами за 13 с небольшим секунд. Золотые легкоатлеты поедут в июле на молодежный чемпионат Европы. Крылья советов в премьер-лиге начнут сезон в гостях у махачкалинского Анжи, основного соперника прошлого сезона в футбольной национальной лиге. Старт намечен на 20 числа июля. Первые домашние игры крылья проведут с грандами российского футбола, московскими ЦСКА и Спартаком. Финиш чемпионата страны намечен на май. Весной советы дома встречаются с Казанским Рубином и с Махачкалинским Анжи. Хоккеисты ЦСКА ВВС остаются играть в российской хоккейной лиге, хотя в июне самарский клуб при поддержке областного Минспорта пытался прописаться в высшей хоккейной лиге. Однако специальная комиссия вышки после командировки в Самару и осмотра ледовой арены пришла к выводу, что спортсооружение не соответствует практически ни одному требованию лиги. «Теперь надо дождаться масштабной реконструкции Дворца спорта, которую нужно сделать с учетом требований ВХЛ. После ее завершения клуб сможет подать заявку на вступление в лигу», заявил областной министр спорта Дмитрий Шляхтин. «До сентября, то есть до начала этого сезона, нереально провести модернизацию Дворца спорта, чтобы он соответствовал регламенту чемпионата», добавил глава ведомства. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.